То, что на рынке пассажирских перевозок Владимира грядут серьезные перемены, стало понятно еще в конце лета. Тогда крупнейший городской перевозчик, компания Big Auto Trans, заявила о намерении к ноябрю отказаться от обслуживания востребованных пассажирами маршрутов 11, 14, 31, 25, 26 и 28. По факту, уходить с них досрочно бегановцы начали уже в сентябре, а в начале октября пассажиры в полной мере почувствовали, что такое транспортный коллапс. Когда автобусы сразу четырех, маршрутов совсем не вышли на линии. Из-за того, что руководство Big Auto Trans отказалось платить персоналу премии, водители и кондукторы объявили забастовку, а люди толпами стояли на остановках. Он нам в июне урезал зарплату. Согласились, люди еще работать остались. А сейчас он еще в два раза ее убавляет. Но за 15-16 тысяч, согласитесь, везде все растет, работать не будешь. Городским властям в срочном порядке пришлось вмешиваться в ситуацию и искать резервы, чтобы восстановить работу городского транспорта. На линии вывели автобусы других крупных перевозчиков компании АДМ и Владимир Пассажир Транса. Нам пришлось в срочном порядке пересматривать графики движения, пересматривать графики проведения текущих плановых ремонтов, вывести абсолютно весь подвижной состав на маршруты, которые обслуживает компания АДМ. Причем усиливались маршруты, которые имели пересечение на большей дистанции с бигановскими маршрутами. Плюс мы очень резко сократили паузу отстоя на конечных остановках. В итоге из городской транспортной схемы из-за невостребованности совсем исчез маршрут номер 31. Остальные маршруты, от которых отказался Бигавтотранс, мэрия выставила на конкурс. Право на обслуживание 11, 14, 25, 26 и 28 автобусов выиграла компания АДМ. Смена перевозчика совпала с ремонтом Пекинки и моста на Южном объезде. Автобусы вместе с остальным транспортом встали в пробках. Общественные приемные и диспетчерские разрывались от возмущенных звонков жителей. Транспортное управление мэрии тогда открыто заявило. Жалобы людей обоснованы. Автобусы постоянно выбиваются из графиков, особенно в часы пик. Маршрут 24С в пути автобусы находились в среднем около час 40. При плановом времени час 05. 21С вместо положенного час 18 в пути автобус находился час 50. Чтобы сокращать интервалы в условиях пробок, диспетчерам АДМ в ручном режиме приходилось регулировать графики движения автобусов. А для обеспечения бесперебойной работы транспортной системы города новый перевозчик серьезно увеличил автопарк. Сейчас на линии выходит 150 машин, в том числе 100 газомоторных волгобасов и 10 машин повышенной вместимости так называемых гармошек. Подвижной состав на многих маршрутах увеличился, а интервалы движения сократились. За декабрь месяц мы постарались сократить интервалы движения на 7 маршруте, на 20 маршруте. Думаю, что до конца месяца компания получит еще от 5 до 7 единиц техники, которые будут закрывать те потребности, которые высказывают нам граждане, звоня нам по телефону горячей линии. Вместе со сменой перевозчика в уходящем году во Владимире поменялись и схемы движения ряда городских маршрутов. Причем власти, прислушиваясь к мнению жителей, не раз вносили коррективы в городскую транспортную сеть. Например, маршрут 18С сначала стал ездить из микрорайона Лесной на улицу Балакирева. Причем не по Горького, а по Мира. Людям это не понравилось, и автобусы на улицу Горького вернули. Правда, не до ЮЗ-8, как раньше, а только до Рябинки. А у жителей Балакирева появился новый автобусный маршрут номер 2. Он связал эту улицу с Добрым, причем автобусы ходят через промзону на Тракторной. Правда, пока он работает в тестовом режиме. Жителям энергетика тоже добавили еще один маршрут номер 29. На нем можно добраться через улицу Горького до остановки Плавательный бассейн. А привычный 21С теперь едет через промзону на Тракторной. Кто работает в промзоне, всем нравится. И молодежи нравятся. Бегаторг люди ездят, молодые вечером ездят. Так что всем нравится. То, что дополнительно пустили, молодцы. Это, конечно, очень хорошо. Потому что про это разговор вели. Вам стало удобнее выбираться? Конечно. А куда вы обычно ездите? Ну, мы обычно на поле едем, вот через рынок, вот 8 суток, очень хорошо. Еще один плюс изменений в работе общественного транспорта – включение всех новых маршрутов компании АДМ в единый проездной билет. А это значит, что поездки с пересадками стали обходиться жителям дешевле, чем раньше. А уже в следующем году в городских автобусах и троллейбусах должна заработать безналичная система оплаты проезда. Оксана Любимова, 6 канал.